Помощь людям с неизлечимыми заболеваниями это задача палеотивной медицины. Одно такое отделение в регионе работает с февраля прошлого года в районе Новосибирской больницы. А сегодня специальные бригады скорой помощи выехали в свою первую смену. Наталья Цопина о случаях, когда медицина бессильна. Вы знаете палеотивная служба, я вас слушаю. Диспетчерская служба палеотивной помощи принимает звонки круглосуточно. Номера телефонов вы можете увидеть на экране. Пока звонков не так много, потому к пациентам успевают быстрее, чем за отведенные 10 дней. К тому же подчеркивают, хотя это и не скорая помощь, а плановая, специфика онкологических заболеваний накладывает отпечаток. Здесь мы берем за основу те рамки критерий экстренности, поскольку у больного, у которого появляются тягостные болевые симптомы, он, естественно, ожидать неделю-10 дней не может. Поэтому эти больные, они будут обеспечены врачебной опекой буквально в часы. Отделение палеотивной помощи работает год. За это время здесь побывали 500 пациентов. Чтобы помочь как можно большему количеству нуждающихся, необходима была выездная служба. Деньги на автомобиль удалось собрать после благотворительного спектакля театра нации Евгения Миронова и фонда помощи хосписам «Вера». Об отделении палеотивной помощи Зинаида Александровна знает не понаслышке. Была пациенткой. Теперь воспользовалась услугами выездной службы. Это не просто хорошее дело. Это великое дело, кто будет. Я не знаю, мы даже, как говорится, ножки по клубу уравнились бы. Тому, кто-то придумывал. Это очень и очень серьезно. У нас район-то вообще-то протяженностью очень большой район. Пока под опекой отделения «Мегаполис» и «Новосибирский район». Врачи объясняют. Их задача – провести симптоматическую терапию. Корректировка назначений врача, если больному требуются какие-то виды обезболивания специфические, либо перекрывающие болевой синдром. Выписываем справки, выписываем сопроводительные рекомендательные документы для участковых врачей поликлиники. Сейчас в бригаду, кроме водителя и врача-терапевта, входит психолог. В ближайшее время появится и хирург. Первый автомобиль только начал работу, но уже сейчас, понятно, необходим второй. Потому что людей, которые нуждаются в такой помощи, много. Сколько именно, пока неизвестно. Реестр только составляется. Но по предварительным подсчетам их десятки тысяч человек. Наталья Цопина, Александр Егоров. Новости ОТС.